Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Козловский, я основатель компании Enjoy. И сегодня хочу записать для вас видео топ лучших отелей Алании для бронирования и раннего бронирования в сезоне 2021. Начнем с того, что регион Алании это самый южный регион Средиземного побережья. Чаще всего данное место выбирают для начала сезона или для окончания сезона. Но обязательно расскажу вам в конце видео, какие именно районы стоит выбирать для того, чтобы не прогадать самым южным местом или самым теплым местом. Вот, поэтому поехали. Рейтинг будет составлен от отелей самым высоким уровнем и заканчивать самым простым уровнем. Также будет блок бюджетных отелей и две новинки, которые открылись в 2020 году. Это все будет в конце видео. Итак, поехали. Значит, мое мнение, самые высокие отели данного региона по уровню это отели сети Дельфин, это Дельфин Делюкс и также два отеля Ботаник Резорт и Ботаник Платинум. Среди трех отелей Ботаник Платинум является самым новым. Это идеальные семейные варианты. Честно говоря, не могу сказать, что какой-то из них я бы для себя выделил. Если вы хотите самую зеленую территорию, можно рассматривать Ботаник Резорт. Если вы хотите самый новый отель данной сети, то можно рассматривать Ботаник Платинум. Если же вы хотите, ну, якобы самого высокого уровня отель, это теоретически Дельфин Резорт. Но на самом деле выбирайте то, где будет хорошая цена. Если будет часто, я очень встречал, что, например, на Дельфин была хорошая цена или на Ботаник Платинум была хорошая цена. То есть, по сути, отели очень похожи. Похожи по концепциям, по качеству питания. Они имеют шикарную инфраструктуру, особенно для детей. Вот. У все отели вход в воду галька. Причем галька, не могу сказать, что мелкая, где-то вот таких размеров. То есть, для ноги она нормальна, но обязательно предупреждайте. И туристов, и туристы будьте предупреждены, что в данном месте пляжи галечные. Вот. Поэтому, если у вас есть дети, купаться или заходить с ними нужно будет на руках, если это совсем маленькие дети. Если дети от 4-5-6 лет, такая галька абсолютно без проблем для них подойдет. Итак, следующие отели, они абсолютно отличаются по концепции. Это отели сети Гранада. У нас есть целых два отеля. Гранада Резорт и Гранада Лакшери Бич. Значит, два отеля, они такие, знаете, очень стильные. Оба отеля не так давно были построены. Особенно Гранада Лакшери Бич. Это фактически новый отель. Идеально подойдут для молодежного отдыха. Если вы с детьми, и если на эти отели есть хорошая цена, их можно просматривать. Очень компактные территории, они небольшие. Но вся инфраструктура на территории есть, то есть аквапарки есть. Детская концепция также есть в данных отелях. Поэтому для семейного отдыха они имеют место быть. Но я бы все-таки эти отели рассматривал для молодежного отдыха, для отдыха для двоих. То есть если вы едете вдвоем, вот это самые оптимальные по концепции. Поэтому имейте это в виду. Здесь, на этом участке идет не крупная галька, даже, скажем, больше песчаные пляжи. Поэтому в этом есть тоже свой плюс. Итак, следующий отель, отель, наверное, один из самых популярных и самых бронируемых в данном регионе. Это отель Ruby Platinum, по-настоящему такая, знаете, элитка. Отель, где есть огромный выбор импортного алкоголя. Отель, где песчаный заход. Отель, который по-настоящему стильный, по-настоящему популярный. Да, на самом деле очень много бронируется и многие просят бронировать данный отель. В этом есть какой-то смысл. Отель, на самом деле, достаточно интересный по ценовой политике. А также соответствует, точнее, даже качество, может, даже где-то не соответствует этой ценовой политике. То есть качество действительно высокое. И за те деньги, которые себя продает Ruby Platinum, мы аналогичные варианты, например, в Кимере или в Белеке проблематично забронируем. Вот, поэтому данный отель пользуется спросом. Шикарная инфраструктура для детей. Также есть все для молодежи и семейного отдыха. То есть, скажем, отель для всех подойдет. Поэтому обязательно рассматривайте его при бронировании. Следующий, наверное, отель один из самых любимых моих в данном регионе. Потому что это самый красивый, самый пейзажный, самый необычный отель. Отель Utopia World. Отель, который просто, знаете, вот меняет сознание о данном регионе. Этот отель находится за районом Махмутлар. Это самый дальний отель. Но для наших туристов это эксклюзивный отель. Мы даем индивидуальный трансфер. Помимо этого, помимо индивидуального трансфера в данном отеле, это так как гарантированный наш отель, мы делаем для желающих обзор объектов недвижимости, которые находятся буквально в пяти минутах езды от данного отеля, в районе Алании Махмутлары, в самой Алании. На самом деле это уникальные объекты. Особенно уникальные объекты для инвестиций. Так как от начала строительства и до завершения строительства, это в среднем полтора-два года, на таких объектах можно заработать от 20 до 30 тысяч евро. Причем с финансовой гарантией, которая гарантируется турецким государством и турецкими застройщиками. Кому будет интересно, пишите свои комментарии под видео. Я обязательно вышлю вам наши эксклюзивные объекты жилой недвижимости в данном регионе, для того, чтобы вы посмотрели, как строят сейчас турецкие застройщики и что они дают за инфраструктуру в жилых комплексах. Это просто пятизвездочные отели, где можно приобрести свою квартиру. Средний метраж от 55 до 60 метров за 1 плюс 1, но квартиры все идут с ремонтом, то есть вы не занимаетесь никаким оборудованием дополнительным. Также за, скажем, 10 тысяч евро квартиру, помимо ремонта, можно полностью обставить техникой, мебелью. Причем все включено по-турецки, что касается обстановкой мебелью. Это вплоть до ложек, вилок, постельного белья, даже моющие средства. Все будет у вас стоять в квартире за эти деньги. Ну, на самом деле, подход настолько грамотный и правильный, то есть вы не заморачиваетесь и не задумываетесь ни о каких, скажем, ремонтных, строительных работах. То есть вы покупаете готовую квартиру, в которую можно зайти и просто жить. Также данные объекты можно использовать даже не с целью перепродажи, а с целью сдачи в аренду. Вот, поэтому, кому будет интересно, у нас будут видео на эту тему, следите, а также пишите комментарии, обязательно вышлю вам варианты. Итак, по поводу отеля Утопия. Отель находится на горе, на возвышенности. Самый часто задаваемый вопрос, как попасть на пляж. Значит, выходя из главного корпуса или с вилы, вы попадаете на участки, где есть отельный трансфер. Это специальный такой автобусик. Он ходит буквально каждых 3-5 минут. На автобусе вы едете 3 минуты, попадаете на площадку, где есть конечная остановочка. Значит, с этой площадки вы по туннелю, который идет через трассу. Он навесной. Виды там шикарнейшие. С одной стороны банановые плантации, со второй шикарное море, с третьей гора, с отелем. И это все возле, знаете, снизу трасса, где едут машины. Пейзажи просто никак не похожие на турецкие. Вот. Фотки получаются просто бомбические. Вот. И после этого вы по туннелю попадаете на лифт, и на лифте, опускаясь вниз, выходите на пляж. С одной стороны кажется вроде как сложно и долго, но на самом деле, если вы едете на трансфере, дорога на пляж у вас займет около 5-7 минут. Где-то минут 7. Если вы будете ехать, точнее идти пешком, так же можно просто вперед пешком без проблем, так как вы идете вниз. То есть так как едет автобус, он едет сначала с горки, возвращается на горку. То есть если идти вперед на пляж, то это абсолютно без проблем. Вы 5 минут будете идти до площадки, конечной остановки, потом по туннелю, там сколько, полторы минуты, и на лифте 2 минуту вы спустились, и вы на месте. Вот. Вопрос будет только, если вы будете возвращаться. Вот тут уже нюанс, так как вам придется идти под горку. Вот. Но для тех, кто хочет натренироваться и, скажем, сжечь свое все включено, это отличный вариант. Отель на самом деле очень выгоден по цене. Он имеет огромную инфраструктуру для детей, шикарнейший аквапарк, навесной городок, огромная зеленая территория. Это один из самых зеленых отелей данного региона. Зеленее просто нет. Вот. На самом деле очень много репитеров в данном отеле, людей, которые возвращаются, которые действительно, ну, им по-настоящему нравится этот отель. Я на самом деле тоже влюбился в это место, поэтому именно это место мы сделали своим гарантированным блочным отелем в Махмутларе для просмотра объектов, недвижимости. Поэтому мы делаем сюда индивидуальный трансфер. Это также одна из проблем. Но индивидуальный трансфер занимает около двух часов. Скорее всего, в 2021-м возобновятся полеты из Киева в аэропорт Газипаша. От Газипаши до утопии ехать буквально 20 минут. И если данный вариант произойдет, из самого дальнего отеля региона отель станет самым ближним отелем региона. Поэтому все ждем. И я думаю, так как Европа будет, скорее всего, закрыта, будут расширяться полетные программы в Турцию. И Газипаша в 2021-м даст о себе знать. Ждем. И обязательно рассматривайте отель утопии, особенно если вы с детьми. Вот. Единственное, что если вы с колясками, вот тут есть нюанс, так как с утопии, когда вы подъедете к площадке, то есть тут еще не проблема быть с коляской. Вот проблема, когда вы будете спускаться с площадки по туннелю, там есть где-то около 40-50 ступенек. И если вы с коляской, вам придется просто эту коляску нести на руках по ступенькам, так как почему-то до сих пор не сделали никакого спуска. И самая важная новость, в 2021-м году в утопии появится самый огромный детский клуб данного региона. И это будет третий самый большой детский клуб в Турции на уровне с отелями Рикса Сенгейт и Корнелия Диаман. Это два самых больших детских клуба. Третий будет именно в утопии. Поэтому ждем. Утопия на самом деле порадует в 2021-м году. Итак, идем дольше. Следующий отель, отель Мукарнас. Мукарнас это такая, знаете, классика жанра. Хорошая территория. Кстати, достаточно зеленая территория. Вот. Галечный пляж. Хороший аквапарк. Хорошая детская инфраструктура. Хорошая инфраструктура для взрослых. Достаточно хороший номерной фонд. Классное питание. В данном отеле мы сможем хорошо вас селить. Так же, кстати, как и в отеле Утопия. Он потому гарантирован. Потому что для наших туристов там будут даваться самые лучшие номера. Вот. Поэтому отель Мукарнас часто бронируется. И отель достаточно недорогой. Вот. Его ценовая политика даже в пик сезона была около 1000 евро. 950-1100 евро. Поэтому популярный вариант. И обязательно рассматривать его для бронирования. Так. Следующие отели. Они очень похожи друг с другом. Это отели Лонг Бич и отель Хайдар Паша. В Лонг Бич. И, кстати, они находятся недалеко друг от друга. Они имеют песчаные пляжи. Имеют шикарную детскую инфраструктуру. Особенно Лонг Бич. У них аквапарк прямо на берегу стоит. Это очень удобно. Так как вы можете отдыхать на пляже. И при этом ваши дети будут резвиться в аквапарке. Причем в Лонг Бич есть аквапарк и на пляже, и на территории. Вот. Лонг Бич состоит из двух отелей. Лонг Бич Резорт и Лонг Бич Хармони. По сути это одно и то же. Просто разные корпуса. Поэтому тот и тот имеет место для рассмотрения и для бронирования. Айдар Паша похож по концепции, похож по качеству, похож по расположению. Такая же огромная детская инфраструктура, как и в отеле Лонг Бич. Но при этом отель не имеет пляжа, аквапарка на берегу. Но если есть ценовая политика, на него лучше, то ничего не потеряете. И на самом деле очень люблю эти отели. И часто их бронируем для своих гостей и для своих туристов. Вот. Поэтому обязательно рассматривайте данные варианты. Я смотрю, мы немножко не вписываемся во временные рамки. Так как я на самом деле начал много рассказывать про концепции, про пляжи, про территории. Поэтому я информацию о самых недорогих вариантах и о новых отелях, также про самые новые отели, которые открылись в 2020 году, переношу в наше следующее видео. Простите, пожалуйста. Не хочу делать огромным по времени. Поэтому ожидайте следующего видео и обязательно узнаете всю самую интересную и важную информацию о самых недорогих отелях Алании. А также о месте, куда стоит ехать отдыхать в начале сезона или в конце сезона. Пишите ваши комментарии на те темы, которые...